Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дискурс как-то поменялся, словечки появились какие-то более-менее благообразные. Ну и какая-то атмосфера того, что вот этот идиотизм, противостояние на грани Третьей мировой войны, вот этот призрак, начал как-то отдаляться. И вот этот измороз, заморозок вот этот, запахло опять призраками холодной войны, вроде стал отступать в тень. О том, так это или не так, а если так, то почему? Мы пригласили в нашу студию побеседовать, поговорить, послушать мнение. Очень толкового, очень начитанного, очень трезвомыслящего. На самом деле, вот говорю это с полным, так сказать, без всякого юмора, политаналитиком, или просто аналитиком, или просто трезвомыслящим человеком. Его имя, вам известно, это Корнелий Чуря. Корнелий, имею честь поздравить тебя с прибытием вот в эту нашу студию и принять участие в авторской программе «Позиция». Как ты считаешь, как с этими призраками холодной войны, которые из всех щелей начали выползать, как-то они немножко присмирели, как-то вот мне так показалось, и не только мне. Ну, есть такие, скажем так, знаки, которые указывают на определенное смягчение отношений, хотя я бы не смешил на эту тему. Радоваться, да. Да, то есть, конечно же, начиная, наверное, с 2013 года, а еще ранее, с 2008 года, отношения между Западом и Востоком ужесточились. 2013 год, Майдан, 2014, привел к тому, что уже начинали говорить о том, что существует новая холодная война. То есть, я бы опять не смешил говорить о Третьей мировой, это все-таки, по-моему, через счет. Мы говорили о призраке. Да, если призрак, то да. И вот два года было очень такое жесткое противостояние. Запад прибегал к санкциям. Все-таки Запад как-то помогал тем странам, которые вели недружелюбную политику по отношению к России. Мы где-то были посередине, мы пытались, как обычно, усидеть на двух стульях. Я думаю, нам это с трудом, с грехом пополам, но удалось. Но нам помогло это обстоятельство, что мы не граничим с Россией. Нам в этом смысле было намного легче. А отношения между, конечно, Россией и Западой испортились практически окончательно. Тем не менее, вот Холодная война, она научила обе стороны взаимодействовать даже в условиях конфликта. Они знают, они выучили, были и модели в это время, сформированы особенно после Карибского кризиса. Как себя вести жестко, но не доводить до какого-то такого взрыва. Противостояние опасного и черты. Да, обычно... А, кстати, Корнелий, обрати внимание, абсолютно с тобой согласен, потому что я прекрасно помню, что как только зашла речь о так называемом, вот этом, закрыть воздушный коридор, вот эту зону свободного полета в Сирии, сразу вдруг все стали вспоминать вот этот Карибский кризис, когда противостояние усиливалось до вот этой опасной черты. Поэтому я с тобой согласен, что модели, вот как ты правильно говоришь, мы как бы, модели реакции на это, поведенческие модели, уже как-то где-то были отработаны и продуманы. Они были отработаны, они и сейчас над ними работают, то, что американцы называют strategic forecasting, русские стратегические прогнозирования, то есть, несмотря на то, что Россию обвиняют в том, что она нерациональна, она истерично себя ведет, даже параноидальное поведение, очень часто американские эксперты используют вот это выражение «параноидальная Россия», тем не менее, в своих глубоких анализах они исходят из того, что Россия рациональная страна, которая действует, исходя из того стратегического положения, которое сложилось, и американцам изначально известно, как себя будут вести русские в определенных ситуациях, и наоборот. Ну, вот это прогнозирование, оно было проверено в 2008 году и в 2014. Я бы с этой точки зрения сказал, что русские их проверили, поведут ли они себя, как обычно, или нет. Русские повели себя, как обычно, они... Скажем так, предсказуемо. Они повели себя, да, в соответствии со старыми моделями, и в этом смысле, конечно же, схемы остаются те же. Одна из известнейших схем – это непрямое столкновение двух больших держав. Раньше это был Советский Союз и Соединенные Штаты, сейчас это уже так уменьшилось, уменьшились пропорции. Это США и Россия, как региональная, скажем так, супердержава. Это не так ее называли до сих пор. Да, то есть... Обрати внимание, дискурс сменился. Я уже другие мнения слышал. Но пока что все-таки размеры региональности не были перейдены России, и многие уже ее рассматривают как игрока, который может создать с помощью других многополярную, а не однополярную систему, то есть уйти от однополярного момента. Но тут мнения разные. Тем не менее, вот как я уже говорил, зная все эти модели, борьба велась при помощи так называемых стран-прокси. То есть большие страны продвигали свои интересы, создавая войны между теми, которыми послабее. В данном случае это была Украина, это Грузия. Слово прокси в данном случае, вот есть звезда Проксима Центавра. Проксима это как бы ближайшее, то есть те ближайшие страны, которые находятся в регионе, значит вот ставка делается на ближайшие, поэтому и слово прокси. Да, в каком-то смысле и мы являемся вот такой страной, но как я уже об этом говорил, мы себя ввели более, ну или ответственно, или более исходя из своих собственных интересов. Но взвешенно, без истерик. Да, и в этом смысле, конечно, стоит нас похвалить, вот в это время, когда все-таки Молдову больше критикуют, чем... Хотя я вам скажу, что многие критики по отношению к нам, исходящие из Запада, хотя они нацелены на коррупцию, но они имеют в виду именно этот фактор, что мы слишком много исходили из своих собственных интересов, а не из интересов других держав. Я вообще должен сказать, в общем-то не раз поднимал вот эту тему, как-то принято считать, что ну Молдова, отсталая какая-то, там маргинальная, там все такое. А у меня такое впечатление, что у нас, как в маленькой стране, и населенной далеко не глупыми людьми, как говорят, боец и дештепс, кершфура, как говорится, это тоже говорит, ну скажем, не о мудрости, но определенной доле комбинаторного мышления шахматного, по крайней мере. Так вот, о чем это все говорит? Что у нас все процессы, как в маленькой стране, идут быстрее. Мы какая-то лаборатория Европы, и так как мы находимся вот в этой зоне Хантингдона, то есть между двумя жерновами Востока и Запада, давление тут огромное, как всегда на столкновении этих цивилизационных предметов, огромное давление, огромные температуры. У нас как-то все эти процессы идут быстрее. Поэтому и инновации нашего политического эстеблишмента, если его так можно назвать, помнишь, когда Михаил Федорович говорил про АСы в рукавах открыто, сначала везде все в шок попадали, а потом эта инновация, смотрю, стала европейских, азиатских странах. То есть где-то мы впереди планеты всей. И когда на Украине бабахнуло, то, что бабахнуло, все вспомнили о нашем Мальдане 2009 года. То есть и вот конфликт возьмем Приднестровский, вот сейчас мы видим тоже на востоке Украины. То есть во многом можно сказать, что мы прошли через многие испытания гораздо раньше. И, кстати, выработали те самые модели, то есть инновационные, если их можно назвать, которые перенимают другие. Поэтому я с тобой полностью согласен, что вопреки мнениях о нас, как о каких-то маргиналах, отсталых, каких-то шмошников и все такое, это в корне неверное. У нас народ довольно изобретательный. И как говорил когда-то мой покойный отец, мы бы сделали, да молдаванный дискуркорец, то есть если на русский перевести, дискуркорец, это тот, кто может находчиво выбраться, выпутаться из довольно сложных положений. Я согласен. Тем не менее нам и немножко везет. Я иногда вот защищаю эту точку зрения, что в отличие от Украины наши маленькие размеры, наше, скажем так, относительно пренебрежение, которое существует по отношению к нам, как со стороны Востока, так и со стороны Запада. А Молдова, да, и вспомним анекдоты с советского периода про Молдову, они тоже нас как бы не поднимали в рейтингах популярности, но вот эта относительная периферийность и маргинальность Молдовы, она является их козырем, потому что мы находимся, скажем так, в каком-то эпицентре конфликтогенном, геополитических столкновений, но в этом эпицентре мы находимся на периферии. Вот смотри, знаешь, вот с чем? Я когда-то в Пекине толкнул такую речь, что мы по птичьему гриппу получили приличную сумму, хотя у нас не было птичьего гриппа. Да, но брали регион. Значит, когда вот идет торнадо, если посмотреть со спутника, ну, допустим, ураган, вот огромные массы воздуха, то заметь, в самом центре вот этого, есть eyes of hurricane, то есть глаза урагана. Вот в этом месте, почему-то, в самом центре, так сказать, оси, наиболее обычно затишная зона. Вот если вот эту аналогию, что если где-то что-то замучивается, закручивается, и мы оказываемся в середине, мы как вот этот глаз, где, несмотря на то, что вокруг все срывает, все несется, у нас сравнительная тишь, блашь, божья благодать, тогда мы сами замучиваем, мы им свои тайфунчики, то миллиард стибрим, то еще что натворим. Вот это уже тут наше местное творчество. Есть и местное творчество, есть и помощь, конечно же. Помогают, конечно же. Помогают, но дело в том, что я, да, то есть определенная периферийность есть, и люди зациклены на других близлежащих нам территориях, в первую очередь Украина, вот Сирия, которые мы считаем, что это очень далеко от нас находится, и молдаване обычно не следят за этими событиями, которые на Ближнем Востоке, потому что это... Считаешь, что это на Марсе? Это где-то очень далеко, да. Но на самом деле это очень близко. И если мы говорим о Турции, то это чуть недалеко от нас. Да, достаточно на наших сирийских студентов посмотреть, чтобы почувствовать, что это очень радо. Да, да, да. Ну вот эта избирательная кампания, которая недавно закончилась, она показала, что все-таки интерес к Сирии существует, но он такой специфический. Ну да, вот эту... Этих студентов... И она сработала, в принципе, даже несмотря на то... Какая-то гирька, да, ну пошла. Да, неизвестно, конечно, уровень правдоподобности всего этого, но эффект был, то есть люди реагировали, хотя, конечно же, они относились к этим сирийцам как к марсианам, то есть они скорее всего... Совершенно верно. Думали, что это... Высадка какая-то... Этих... Как они? Алиенс, экстратерештрии. Да, вот так. А теперь давай попробуем снова вернуться к вот этой теме. Давай попробуем, начнем с каких-то причин. Вот, судя по всему, вырисовывается такая картина. Значит, как-то странно. Действует какой-то странный закон бумеранга. Мы знаем, что всякий беспредел вызывает ответный беспредел и так далее, и по нарастающей. Значит, что получилось? Получилось, что, грубо говоря, когда была объявлена вот эта глобализационная программа, ее Т-А-Н-Эй, это по-русски как бы Тина, да, Маргарет Тэтчер, когда сказала «There is no alternatives», то есть нету других альтернатив. То есть безальтернативно, что именно? Свободное движение идей, людей, капиталов, товаров, услуг и так далее. То есть глобализм понимался именно в таком смысле, что ребята, убираем границы, естественно, когда убрали заборы и границы, кто выигрывает? Сильный выиграет, это понятно, он проникает на все рынки, сметает там, доминирует, это все нормально. Но тут что произошло? Произошла странная штука. В точности вот с этим кибернетическим законом фидбэк, бумеранг. Некоторые нашей политики услышали слово фидбэк, и иногда там, где надо и не надо, его пускали, чтобы депутатскую аудиторию подчинить удивлением. Но на самом деле это закон обратной связи. Ответная реакция. Да. И что тут, он бывает двух типов. Или причинное следствие связано с тем, что одно подавляет другого, или наоборот усиливает. Так оно. Значит, что тут получилось? Потекли капиталы куда? Там, где дешевый рынок рабочей силы. Правильно? Все, производство стало утекать из Соединенных Штатов Америки, из Европы, отовсюду. Соответственно, с движением капитала люди поплыли, специалисты, технологи. Стали уходить технологии. И потихонечку, полигонечку вдруг заметили странным образом, что такой гигант, как Китай, я как раз там был в это время, работал, когда все это на моих глазах происходило, участвовал в некоторых этих мероприятиях, значит, получилось, что вот эта либерализация, глобализация, она вдруг бумерангом стала оборачиваться. Когда ахнул вот этот кризис 2008 года, оказалось, три супергиганта, автомобилестроения США, чуть было не обрушились. И многое еще другое. И вот эти процессы продолжались, продолжались, пока на сцене не появился такой серьезный парень, как Дональд Трамп, который, будучи бизнесменом, во чем разница между Обамой и Клинтон? Это такие, американским понятием, маленькие, семья Клинтон, ну, имеет там пару десятков миллионов. Американским понятием это, ну, что, купить несколько билл. Ну, не богатые, да. Да, а если Обама, ну, это вообще галота, ну, для них несколько сот тысяч долларов, большие деньги, да. Тем не менее, избирательная компания Клинтон была дороже, чем избирательная компания Трамп. Внимание, мы не говорим о собственности, семи, их статус в истеблишменте. То есть статус очень низкий. А Трамп сам себя сделал, миллиардер, во всю мощь. Он же получил там пару десятков миллионов от папаши, и он их не пропустал, не просадил за полгода в Лас-Вегасе и в других местах. Он сделал из них многомиллиардное состояние. Ну, все молдаване себе говорили, вот нам бы дали по 10 миллионов. Ну, да, мы бы тоже прогуляли где-нибудь. Или наоборот. Так вот, смотри, что интересно. А, или домов поднастроили. Ну, да, ремонт, ремонт бы все. Знаешь, у Молдавана как? Получил гроши, мэньфаку кассы. А еще, шинка кассы. Вот такой предмет. Ну, уже выше, соответственно. Так вот, что интересно. Значит, с точки зрения положения в эстаблишменте, обычно вот такие средние руки. Почему средние руки? Такие, как семейство Клинтонов, не сильно богато, или Обама вообще, по понятиям американцев, самые середнячки. Потому что эти ребята послушные. Если банки чего-то скажут, которые ворочат, как Warner Brothers, так хотя бы буду слушать. А Трамп слушать не будет, потому что он сам парень хоть куда. И вот, что получилось. В элите Америки вдруг вот эти среднячки, середнячки на их, так сказать, нишу социальную, руководстве государственными институтами и так далее, вдруг покусился такой вот парень из бизнеса. Что так или иначе, но не очень было принято. И вот этот Трамп сказал, говорит, ребята, подождите, вы работаете на финансовый капитал. Хорошо. Значит, посмотрите на Обаму. Когда он начал свое управление, 9,5, скажем, 10 триллионов был госдолг. За 8 лет превратился в 20 триллионов. Он говорит, вы что делаете? Вы посмотрите, рушится фермерство. Где наши инженеры? Кстати, где хоть один американский телевизор, если ты видел его за последние 10-15? И многое другое. То есть те инженеры, те рабочие. Это военно-промышленный комплекс и все прочее. Которое, говорит, вашу задницу прикрывает вот эта вся мощь Америки. А деньги протекают мимо нас. Уходят куда-то в Китай, в Сингапур, в другие места, частично в Европу, еще куда-то. Говорит, значит, вы хотите, чтобы ваша задница была защищена и выорудовали все эти финансовые, и еще за счет бюджета это все мы затыкали, а помочь родному, так сказать, бизнесу, науке и прочему вы не очень хотите. Вот в общем был суть посыла. Это был конфликт между двумя элитами. С одной стороны, финансовая, а с другой стороны, военно-промышленная, вот такая военная и промышленная, я имею в виду, не только чисто военная. И вот этот конфликт назрел, и он неожиданно вот разродился таким вот образом, несмотря на то, что вся пресса была на стороне банкиров. А теперь давай посмотрим, кто поддержал госпожу Клинтон? Самые нищие, самые малограмотные и прочие слои населения, если внимательно посмотреть, да? Да, да, да. И интеллектуальная элита. Не, ну, интеллектуальная элита в Америке сейчас на уровне чумазовых и прочих, я не хочу слова чумазовых оскорбить. Кого-то я говорю то, что я слышал, когда был в Америке в 93-м году из уст самой этой интеллектуальной, так сказать, американской элиты. Так вот, а кто за Трампа? Именно вот эти ребята, инженеры и прочие, вот эти воротнички синие и прочие, которые делают Америку Америкой. Почему он лозунг такой? Значит, теперь смотри, что получилось. От команды финансистов играла Клентон, и она что говорила? Вот, значит, мы глобалисты, свобода, там, равенство, демократия, все такое, флаг мы несем, глобализация в этом смысле во всем мире либерально-демократическая, а тут поднимаются всякие Россия, Китай, Индия, Бразилия и так далее, с явно националистическими лозунгами, то есть не прознают они ценности глобализма, вот, и тут вдруг Трамп, значит, ни с того, ни с сего, заявляет чисто антиглобалистский, националистический, националистический, в кавычках, лозунг, Америка превыше всего, ну, как бы там все опешили, у нас наоборот кажется, что это имеется ввиду глобализация усилится, а на самом деле посыл совсем другой, и мысль о Трампе, вот, то, что он говорил о Путине, и так далее, и о Китае, кстати, хотя тут он Китай высветил в качестве номер один, так сказать, противника в экономическом и прочих смыслах, значит, получилось, что Трамп выступил с неожиданным вот таким вот тезисом и победил, то есть он признал, что этих ребят свои культуры, свои цивилизации, даже целые, можно так смело говорить, и что они имеют право на свой образ жизни, а мы должны думать, как они, о себе в первую очередь, и таким образом получилось, что глобализация стала пониматься в другом смысле, то есть, ну, понимаешь, мы с тобой как-то обсудили, получилось, что это какая-то альтернативная глобализация, альтернативная в плане, что курс идет не на то, что один стандарт одной цивилизации во всем мире, а курс идет на уважение вот этих различных стандартов, борьба от них в смысле Хантингтона никуда не отменяется, но тем не менее, это уже некие партнеры по диалогу, борьба продолжается, но на других основаниях. здесь Америка превыше всего, там Китай превыше всего, в России, Россия превыше всего, в Индии, в Индии и так далее. Вот скажи, пожалуйста, почему возникает, по крайней мере, такой тренд, и мы его видим в мире, и он дошел к бумерангам, вот мы говорили, обогнул земной шарик, вернулся назад в Америку, что случилось? Ну, не обогнул весь земной шар, но до Трампа, конечно, и после Трампа существуют определенные моменты, которые указывают, что вот такие националистические тренды, назовем их так, которые идут в разрез с принципами западной глобализации, они присутствуют, до Трампа это и Брекзит, и Грексит, то есть в Евросоюзе, который является второй головой процесса глобализации, все-таки глобализация она навеяна Западом, и она проходит по западной модели, кстати, в этом смысле у меня есть определенные сомнения, что можно говорить о какой-то альтернативной глобализации, если и говорить о глобализации, то у нее есть только одно лицо, и это лицо было придумано, сформировано западными стандартами, это означает однородность, исчезновение границ, рыночная экономика, которая распространяется То, что Тетчер сказал, помнишь, Тетчер говорила, свободное движение идей людей, товаров, макдональдизация и прочее, кстати, в принципе, нам эти процессы глобализации не всегда нравятся, ни нам, ни французам, ни русским, но мы себя определяем тоже по отношению глобализации, то есть, без этого процесса глобализации и нас бы не было, или мы бы были, но совсем другие, то есть, эти процессы глобализации нас уже так сильно затронули, что мы от них нам не уйти, просто мы пытаемся себя осмыслить как-то иначе в рамках вот этого процесса глобализации, и что же сейчас происходит, в принципе, я соглашусь, то есть, появляется вот такая волна недовольства по отношению к результатам глобализации, в первую очередь, это волна недовольства, но она докатилась до самой Америки, она докатилась, и она относится к элитам, то есть, массы, вот я не совсем согласен с тем, как вы описали соотношение сил в американском обществе, мне кажется, что все-таки, не знаю, как насчет промышленной, военной элиты, ну ты знаешь, обычно богатые подкармливают люмпинг, хлеба и зрелищ, а вот те середняки, кто это создают, все эти богатства, они как-то оказывается мы оригинализируем. Но вот те, которые поддержали Трампа, это это инженерная, инженерная, но я бы даже сказал Америка, которая сделала Америку великой. Да, это белые, это белые, это инженеры, это вот они. Да, я бы даже сказал чуть ниже уровня инженеров. И ниже. Да, и вот эти люди, а это в принципе народ, вот с этим я согласен, что это творческий народ, тот народ, который создал Америку. Америку не создавали только творческие люди, не только люди культуры, но Америку создавали белые, англоязычные белые, и белые, которые вот такие решительные, которые в состоянии взять на себя инициативу и довести и довести дело до КТО. То есть вот эти ВАСПы знаменитые white, англосакс, протестанты. и протестанты. Вот, вот. И вот вот эта категория людей, она поддержала Трампа. То есть в принципе можно сказать, что основная часть того, что мы определяем как американский народ, оно опротестовало поведение элит. То же самое происходит сейчас в Европе. Особенно финансовых и государственных, которые у них на поводу. и политических элит, потому что вот эта идея того, что Америка должна повсюду присутствовать, и Америка это везде, это не совсем состыковывается с интересами вот этих людей, которые бы хотели более удачной жизни у себя. То же самое происходит в Европе. Для меня это даже более интересно. Да, вот и меня это больше не интересует. Потому что если в Америке это всего лишь один взрыв, который еще неизвестно как обернется, потому что даже у нас в России в других странах в Германии еще непонятно всем как будет себя вести Трамп. Это было чисто электоральное поведение для привлечения людей. Да, и посмотрим что на практике. Или это будет реальная политика вот такого американского изоляционизма. И в принципе эксперты приходят к мнению, что скорее всего изоляционизма как раз и не будет. То есть Трамп где-то начнет уступать этим элитам, которые не хотят уйти, сойти со сцены. Они продолжают быть сильными. Нет, тот же военно-промышленный комплекс, который как бы его поддержал. 850 баз во всем мире это огромные потоки финансов от Конгресса. Они что, откажутся? Да ну, такой бизнес. Поэтому в Америке это конечно очень важно, что будет происходить, но мы видим, наблюдаем, что происходит сейчас в Европе. Вот последнее знаменование это референдум Виталий, который был проигран. Здесь целая цепочка событий, которые будут продолжаться. победа Болгарина и нашего Додона это явно... Если уж так говорить, то тогда тоже сюда можно включать и победу социал-демократа в Румынии, которых не особенно любят на Западе, но... И тем не менее, вот благодаря этой волне они победили. И вот эта волна сейчас существует, но опять чему это приведет, потому что цель не... А, Блумберг читал, что там предсказывал, что вообще там чуть ли не Евросоюз потихоньку... Это не только Блумберг, это и Стратфорд, то есть слухи о том, что Евросоюз может распасть... Слегка преувеличены. Слегка, да. Помнишь, Марк Тверн сказал, говорит, когда узнал, что в газетах о его смерти... Он говорит, слухи о моей смерти сверка преувеличены. Да, но тем не менее, он... К чему-то это приводит. Слухи не просто так запускаются. И в этом смысле конечно неизвестно, к чему приведут вот все эти протесты, нету недовольства. Элита европейская и западная будет сопротивляться. А нам неизвестно, если нам нужно, чтобы вот эти процессы глобализации были отменены или были устранены. Потому что мы уже начали играть по этим правилам глобализационных. Не, сделали вид, что начали играть. Посмотри. Но мы приняли политическое... Ну, да, тут можно, конечно, интерпретировать. Мы мастера мимикрии. Вот мимикрия, то есть имитация чего-то в нашем национальном характере, причем я имею в виду под нацией все национальности нашей страны. Потому что Кантемир не зря говорил, у нас у всех что-то общее. В нашем пространстве появился термин в форме форефонт. А вот мне нравится термин Дугина археомодерн, который тоже описывает имя. Мы принимаем формы европейские институты, но мы их меняем под нашу суть. Но все равно мы формы перенимаем от них. То есть глобализация нам дает многое, мы просто переиначиваем все это. А формы все-таки на содержание влияют. у некоторых философов даже считается, что это основное. Поэтому я думаю, что нам как раз воевать с глобализацией не следует. А с лаборитива, да? Потому что мы и так не очень. В соответствии с моей такой доктриной нашей счастливой периферийности, мы не должны особенно сопротивляться и использовать эту волну в нашу пользу. Вот я сейчас попытаюсь как-то описать, вот как мы это делаем в наших условиях чисто политически. Вот мы наконец-то, это опять как с Трампом, неизвестно еще, как это все обернется, но мы наконец-то придумали формулу сожительства между прозападным и провосточным вектором. Мы это придумали, мы еще не внедрили, но мы посмотрим, идея родилась, и вот мы ее сейчас в течение двух, трех, четырех лет будем осуществлять. Посмотрим, как это получится. Да, это предполагает определенное лицемерие, определенную двусмысленность, определенную, есть такой термин constructive ambiguity в английском, то есть конструктивная двусмысленность, то есть мы будем принимать то, что нам выгодно, отсекать, отсеивать то, что нам не особенно устраивает и у тех, и у других, от тех, и от других. Что мы успешно делали и до сих пор, но не так на уровне концепта, это было стихийно, так сказать. По-моему, планка, мы поднялись сейчас планку, вот это на уровне политики, на уровне экономики, это опять увязано, мы, конечно, будем себя интегрировать вот в это глобальное экономическое пространство, но мы опять ищем все-таки возможность открытия восточных рынков, которые жизненно необходимы. Да, то есть опять поиск этой золотой середины, и даже культурно, да, тут еще один момент очень важный, потому что глобализация неминуемо связывает себя с границами, с одной стороны, да, мы получили безвизовый режим, мы открываемся по отношению к миру, но с другой стороны, мы ищем возможность как-то нашу суверенитет защитить, а это значит от себя отделить от мира. То есть некий протекционизм культурный, социальный, экономический, он четко проглядывается, и это неплохо. И это неплохо, то есть я говорю об этой парадигме, которую вы определили, мимикрией, которая неминуемо будет усовершенствоваться, и культурно, культурно тоже нельзя сказать, что да, у нас мы все меньше и меньше производим фильмы какие-то, какие-то, но тем не менее я смотрю на нашу эстраду, да, вполне оригинальная, вот наш сдобши-сдуб, и наша бабушка, которая выступала на Евровизионе, она показывает, как мы пытаемся ее внедрить наш национальный элемент вот в эту топ-культуру, на самых высоких мировых стандартах, судя по всему, да, поэтому мне кажется, что мы идем по этому нашему, ну если можно так говорить, собственному пути, это пока что чересчур, я бы так сказал, мы еще... И тем не менее движение проглядывается. Ну да, я думаю, и мы, то есть, должны использовать вот эти глобализационные силы, которые существуют, и тем не менее не полностью ложиться под этот поезд, а как-то все видоизменять. Значит, у нас получается такая картина, что волна, которая поднялась за океаном, обогнула земной шарик, вернулась назад, и по дороге сильно отросла и Брюссель, и Москву, и Пекин, и других, в том числе... По-моему, вот меньше всего Пекин, у меня такое ощущение, что все-таки Китай, но остается такой вечный... я объясню, в чем дело. Вот я, когда работал в Китае, я обратил внимание на особенности китайского национального характера, такого поведенческого, в плане, если взять всю страну в целом, не отдельно взятого, китайца, как бы, вот всю страну, во-первых, у них невероятная преемственность, правительства меняются по графику, кланы меняются по графику, никаких отклонений от этой, так сказать, системы, интересы страны неизменные, планы, вот я посмотрел, вот в современном мире все живут в стиле наунхиа, вот почему модное слово ответить на угрозы, это же реактивное поведение, это не активное, то есть вот возникла проблема, но я решу то, а резолвату пацаны, шмежем оди партии, вот он, этот стиль, стайлинг, который построен вот сейчас и здесь, да, а вот показать, вот человечество нацелено на будущее, какие-то долговременные планы, перспективы, беру организацию объединенных наций, ну уж дальше некуда, ну я смотрю, как будто КПСС, повысить, улучшить, я говорю, подождите, ребята, как это, как это сделать, вот я говорю, точно, я поразился, вот, брюссельские программы, вообще вылитый Советский Союз, вот, у меня вообще такое, они еще более силы, минутные, жуть какая-то, не, ну Китай мыслит всегда вечными категориями, эти ребята, всегда у них есть дальние цели, средние цели, есть тактические цели, и вот в этом плане, я с тобой согласен, такая масса, как Китай, может, чуть-чуть потелепалась, но я думаю, что от их небольших всплесочков, рядом и японцам, и другим, мало не покажется, от их малейших, какая-то, вот, ну вот, если мы посмотрим, вот скажем, на Россию, то Россия, вот это противостояние, все эти санкции, и прочее, наконец, эта сонная держава стала просыпаться, Путину удалось убедить людей, сказать, ребята, так и мы чего-то можем, и мы на что-то способны, а не только быть газовой колонкой, или бензоколонкой, как презрительная, вот мы смотрим, военные технологии вот стали, а мы знаем, что военная промышленность, это локомотив, модернизация, и все прочее, и, то есть, в какой-то мере, вот эти вот процессы, которые мы сейчас наблюдаем, вот это противостояние, оно обернулось и какими-то позитивными, все вдруг стали понимать, что, ребята, вот эта теория, что мировое разделение труда, это не означает, что давай забросим наши поля, пусть растет бурьян, давайте плюнем на нашу, там, легкую, или какую-то другую, то есть, как ты считаешь, вот есть в этом ветре переменные, что-то позитивное, что-то вот такое созидательное, что-то, которое подвигает людей на какой-то оптимизм, на какую-то веру в будущее, или это опять, мы живем, в принципе, реакция на какую-то ближайшую угрозу, а там трава не растет. Я думаю, что эти исторические циклы, о которых вы говорите, они несут всегда в себе что-то положительное, в них много диалектики, но эта диалектика, вот как вы выразились, Китай немножко так встрепенулся, и там соседние, соседние, цунами пошли, почти цунами, вот так и у нас, возможно, вот это изменение, вот эта новая волна, ну, назовем ее национализма, государственничества, отпора по отношению к глобализационным силам, это с моей точки зрения хороший знак, потому что люди не хотят больше мириться вот с теми элитами, которые их руководили, эти элиты закрыли в своем круге, в своей скорлупе, и больше, демократия на Западе даже становится мишурой, тоже мимикрией, вон скандалы недавние опять по этим финансовым эфирам, всяким по налогам, и так далее. Да, поэтому, конечно же, это несет в себе большой положительный заряд, но любое вот такое столкновение, оно для истории каждого человека может обернуться двоякой трагедией, потому что мы, как маленькая страна, мы не можем эффективно себя долгое время защищать против этих сил, то есть очень часто, я вспоминаю, недавно смотрел передачу Случаном Бои, умнейший человек, просто умница. Он про Россию говорил, вот Россия двинулась, его спрашивают, ну и что, что двинулась, это хорошо, он говорит, это хорошо, но кто скажет, где Россия остановится, когда она двигается, вот в этом плане, да, мы должны следить за всем этим, мы должны быть осторожными, потому что это удел маленьких, слабых стран, и, конечно же, многое из того хорошего, что происходит в мире, не обязательно обернется положительно для нас, учитывая нашу специфику, Молдова и маленькие страны, Армения, вот я всегда сравниваю Молдову с Арменией, судьба этих стран не может быть полностью счастливой, то есть мы трагичные, на стыке, на стыке, да, и мы в этом смысле переживаем трагедию, наша судьба не очень хороша, тот факт, что у нас не стреляют, что у нас мир, это уже можно рассматривать как заслугу, потому что на самом деле нормальная ситуация для нас, это чтобы кто-то через нас переходил, чтобы кто-то завоевывал, чтобы кто-то лишал нас государственности. Ну и последнее, у нас, к сожалению, так быстро время, что бы ты хотел сказать нашим телезрителям, соотечественникам? Ну, я как политический комментатор, я меньше озабочен вот этими большими циклами, я живу все-таки в основном вот этими сиюминутными, то, что вы хотите сказать, науэнхе, и мне кажется, что вот сейчас в Молдове тоже происходит большое изменение, большое для нас, не для китайцев, для китайцев его и не заметят, но для нас это большое изменение, вот, избрание нового президента, создание новой какой-то политической формулы, какая-то новая политическая алхимия, алхимия, оптика новая, да, и новое политическое поведение, вот, все те аресты, которые сейчас происходят, устранение, вот, даже таким способом определенной элиты, появление новых людей, это еще незаметно, но я думаю, мы это увидим в 2017 году, новые люди, вот, все это для меня это все положительно, то есть, мне это вселяет оптимизм, мне кажется, что Молдова тоже должна немножко себя менять, видоизменять, и я смотрю с оптимизмом в 2017 году, мне кажется, что у власти нет другого шанса, а власть, это у нас сейчас уже больше, широкая формула, расширенная формула, как двигаться, и у нас вот по отношению к тому большому циклу, о котором мы говорили, нет другого выхода, как активно реагировать, не пассивно реагировать и ждать, когда тебя волна захлестет, а как-то активно реагировать и быть постоянно готовым к вот к этим изменениям, которые неминуемо придут нам. Большое спасибо. Да, и вам спасибо. Дорогие соотечественники, дорогие телезрители, вот и подошла к концу наша очередная авторская передача «Позиция». То, что мы обсуждали сегодня, я уверен, что мы обсуждали это вместе с вами, со всеми, потому что обычно люди, когда слушают какой-то диалог, они где-то там за вот этой вот оптикой этой камеры, они безусловно сопереживают, безусловно продумывают, где-то их позиция совпадают, где-то нет, но такова наша передача, позиция. Какова наша позиция? Будьте бдительными, будьте умными, будьте порядочными, и тогда у нас все будет нормально, потому что без этих компонент жизнь человеческая ничего не стоит. Я думаю, что народ у нас достаточно сообразительный, традиции у нас многонациональные, потому что когда мы говорим, вот сейчас путаются, значит, особенно на Востоке, пытаются определить, что такое нация, как быть с национальностью. Нация состоит из многих национальностей, точка. Это чисто европейское, чисто современное понятие нации. Нация состоит из многих национальностей. Можете называть их этническими группами, только не называйте, пожалуйста, их майнорити, потому что майнорити это как-то звучит как-то, что значит один народ большой, другой маленький. Все народы равны, как и все люди на земле, поэтому будьте бдительны, старайтесь с оптимизмом смотреть в прошлое, и главное всегда что-то планируйте, всегда что-то сотворяйте. Обнимаю вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Барщевич. Иванович Иванович